Здравствуйте, дорогие друзья! И, как я и обещал, выпуск с моими пациентами, теми, кто принимал наш любимый Синтезит, это, кто не знает, железо, железо. И я бы сказал, что это для тех, кто не знает, новая инновационная формула железа. То есть, выпускается она в классической форме ацетата, но очень качественно, поэтому замечательнейшим образом всасывается. Мы с Екатериной уже заочно знакомы. Знакомы мы из предыдущего выпуска, где Сергей Попов, где моя пациентка Анастасия и Екатерина рассказывали о том, что они начали пить железо. И так случилось, что у Анастасии случилась свадьба, у Сергея Попова случились соревнования, сейчас идет сезон. Мы пока не можем, они продолжают пить препарат, но мы чуть позже, соответственно, снимем с ними выпуски. Екатерина у нас не стала выступать на соревнованиях, поэтому она сегодня с нами. В общем, Екатерина, я вижу, что у нас повысился ферритин, повысилось железо. Для меня это была основная задача, почему мы начали пить железо. Хотелось бы узнать у вас, что поменялось, что по ощущениям и есть ли какие изменения в ощущениях? Ну, по ощущениям мне стало намного легче. Я стала по самочувствию замечать, что я стала бодрее. На тренировках стало больше жать. То есть мне тоже очень хорошо чувствовала себя на тренировках. Прошла сонливость днем и нормализовался сон. То есть мне очень помогло, потому что я пила 20 дней это железо. И так как я сама нутрициолог, я понимаю в анализах, я вижу, что по анализам, благодаря повышению железа, благодаря синтезиту, мои анализы улучшились и самочувствие в том числе. Окей. А вот про тренировки вы говорите. То есть это какая нагрузка? То есть получается, что у вас как классический пауэрлифтинг, жемлёжа, пристановая или это какой-то, ну, всё-таки ближе к фитнесу тренировки? На что это похоже? Ближе к фитнесу. То есть это общие упражнения стандартные, базовые. То есть это присед, ну, и силовые тренировки. На силовых тренировках я чувствую себя на моем уровне. А силовые в чем заключаются? То есть что вы делаете? Ну, просто расскажите нам, какие упражнения, чтобы зрители понимали, ну, насколько это вот, ну, прям совсем тренажеры или прям базовые упражнения? Базовые упражнения я выполняю, это присед, спина, широчайшая, руки. Ну, и в приседе различные вариации на бицепс и квадрицепс ног. Ну, то есть такая фитнес-тренировка, включающая себя, наверное, вертикальные, горизонтальные тяги в кроссовере? Да, абсолютно верно. А жим лёжи есть классический? Жим лёжи сейчас не выполняю. То есть пока наверх делаю только спину и руки. А жмёте что? Что жмёте? Ну, в тренажёрах? В тренажёрах, как называется, в кроссоверах, то есть от себя. То есть жим лёжи не делаю, максимум это жим от себя в тренажёре сидя. Ну, понятно. Ну, то есть, дорогие друзья, у нас по-другому, да, если сказать, это всё-таки такой чистый фитнес. Тут нет такой вот лифтёрской какой-то составляющей, да? Сколько повторений в приседе? То есть по 10 раз 30 килограммов, 4 подхода. Ну, вот, то есть классическая схема, соответственно, ну, такой фитнес-тренировки. То есть здесь речь не идёт о том, что человек себе, ну, как-то вот субмаксимальные, да, веса наращивает. Да, без максимальных весов, то есть плавная тренировка. Ну, и какой-то здоровый-здоровый фитнес, в принципе, это замечательно. Ну, от себя скажу, что мы, конечно, продолжим исследовать немножко для меня добавление железа и, например, снижение, да, как вот в заявленных исследованиях синтезита, что снижается сахар и снижаются ли протеиды низкой плотности. Ну, всё-таки я скептически к этому отношусь. Но те исследования, которые мы сейчас вот с Екатериной провели, вроде как действительно так. Но из-за того, что, так скажем, в классической академической литературе этого нет, мы, можно сказать, участники моего такого вот видеоисследования. И мы, наверное, ну, на протяжении каких-то длительных выпусков попробуем прояснить вот эту взаимосвязь с приёмом железа и, соответственно, с снижением ли протеидов низкой плотности, соответственно, с снижением лишнего сахара, инсулинорезистентностью будем это наблюдать. Вот. Анализы Екатерины, я думаю, что мы, ну, предложим и не последний выпуск снимаем, предложим дальше к выпуску. Если не получится их наложить по техническим причинам на экран, смотрите ссылочка внизу, будет в описании, где можно будет их скачать, посмотреть динамику. Вот. Ну, что, что хотелось бы ещё от себя сказать? Конечно, не забывайте, соответственно, про другие составляющие. То есть, это дозировка индивидуальная, подбор, чтобы железо на вас сработало. И ни одно железо не сработает нормально, если у вас дико больной кишечник, и, конечно же, оно просто не будет всасываться. Поэтому есть какие-то стандартные моменты, например, если вы пьёте железо и кальций вместе, да, оно не будет всасываться. Если вы едите молочку, запиваете там молоком это железо, потом творожком заедаете, тоже маловероятно, что оно будет всасываться. Ну, в общем, есть куча определённых правил на эту тему, мы снимем, я думаю, отдельное видео, как пить железо. Я уже сниму непосредственно. Вот. Ну, и вот как-то так. Екатерина, по-моему, убирает, да, всю молочку на момент... Да, молочку я сейчас не употребляю, да. Угу. Вот. Так что такие дела, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И да пребудет с вами здоровья, дорогие друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!